Российский рынок акций продолжает расти, и ничто уже его не сможет остановить. Или геополитика вновь станет серьезным препятствием для роста на следующей неделе? Стоит ли сейчас покупать акции, а может нужно все продавать? Сегодня мы проанализируем индекс московской биржи, сделаем свой прогноз и дадим три новые инвестиционные идеи для покупки акций на ближайшую перспективу. Приветствуем вас на канале, посвященном инвестициям в акции. Кэшфлоу – ваш денежный поток. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк авансом. Обязательно приходите к нам в Телеграм, где мы регулярно обсуждаем важные новости, инвестиционные идеи и разбираем отчеты компаний. Да, и у нас есть чат, где любой желающий может задать свой вопрос. Ссылку вы найдете в описании. На просторах интернета есть публичные инвесторы, которые в плюсе за 2022 год. Один из таких – Олег, автор Телеграм-канала «Профит». В феврале этого года в спекулятивном портфеле он шортил рынок, играя на понижение, после чего рынок обвалился. А во время объявления мобилизации Олег купил несколько компаний в долгосрочной портфеле, сейчас имеет по каждой из них плюс 20-30%. У него на канале вы найдете фундаментальные разборы российских компаний, верные точки входа в рынок и обучающие посты. А также список шести лучших акций для инвестиций в 2023 году. Он находится в закрепленном сообщении на канале. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на профит. Итак, индекс Мосбиржи прибавил за эту неделю 2,5%. Но самое важное то, что индекс вернулся к уровню 2290 пунктов. В случае его пробоя рост может продолжиться в рамках среднесрочного восходящего тренда. С начала недели российские акции росли широким фронтом, и только в четверг вновь вмешался фактор геополитики. В этот день мы наблюдали существенные продажи, однако в пятницу после падения, вызванного ростом геополитической напряженности, индекс Мосбиржи частично отыграл потери. Большинство бумаг в составе индекса Мосбиржи подорожали. В лидерах роста на неделе были нефтехимические и финансовые сектора. Нефтехимический сектор рос в том числе благодаря Фосагра, который в пятницу вырос более чем на 4% после выхода сильной отчетности. Финансовый сектор рос на фоне оптимизма восстановления прибыльности банков. Мы же в канале с сигналами успешно зафиксировали плюс 20% прибыли компании Русгрейн. Также акции Совкомфлота дали нам плюс 5,5%, ВКонтакте и Распадская по 3,5%. Проверьте сами. Мы опубликовали таблицу со всеми своими сделками. Да, и прямо сейчас на канале опубликованы две идеи с потенциалом роста более 10%. Причем все это абсолютно бесплатно. Не тратьте деньги на дорогие подписки, приходите на наш канал и зарабатывайте вместе с нами. Ссылку на канал с сигналами оставим в описании. В среду акции Газпрома были одни из лидеров роста среди голубых фишек, а в этот день акции прибавили около 4%. Давно такого не было, ведь только за последние три месяца акции Газпрома подешевели на 3%, а тут за один день плюс 4%. Хоть Газпром и остается уверенным лидером сектора по капитализации, однако его перспективы после не самой благоприятной зимы выглядят менее интересно. Цены на газ в Европе с середины декабря обвалились примерно на две трети, а объемы экспорта достигли, внимание, минимумов 1980-х годов и продолжают снижаться. Есть ли здесь те, кто еще ждет дивидендов от Газпрома? Напишите в комментариях. Из плюсов отметим новое соглашение с Китаем по силе Сибири-2. Соглашение уже довольно долго обсуждается и может быть наконец подписано. Однако в текущий момент в компанию Газпром не стоит спешить с инвестициями. Значительное сокращение поставок негативно отразится на отчетах. Про рекорды в финансовой отчетности не может быть речи и, как следствие, про рекордные дивидендные выплаты можно забыть. При этом налог на добычу природных ископаемых никто не отменял. Государству нужны деньги и будут нужны в будущем. Регулярная уплата НДПИ заберет часть доходов газового гиганта. Про масштабные стройки Газпрома не говорил только ленивый. Капитальные затраты в рамках большой инвестиционной программы будут забирать много денег в ближайшие годы. В общем и целом проблем у Газпрома хватает. Нитки северных потоков разрушены. Европейцы твердо решили заменить российский газ. Спасением может стать всплеск спотовых цен на газ, но насколько он компенсирует потери Газпрома от недопоставок газа? Огромный вопрос. Перспективы национального достояния туманны. Об этом косвенно говорят котировки акций. Риск инвестирования сейчас намного выше потенциальной доходности. Многих беспокоит компания Лукоил. Кратко. Лукоил наш фаворит в нефтедобыче. Хотя акции потеряли около 10% за последние три месяца, но это связано с дивидендным гэпом, который бумага пока не может закрыть. Возможность восстановления котировок акций Лукоила зависит, вероятно, не от усилий менеджмента, а от таких факторов, как ослабление рубля, перехода рынков нефти и нефтепродуктов к новым реалиям после эмбарго. Плюс важную роль играют фактические объемы добычи, экспорта и цены марки Юрлс, которые пока не раскрываются. Лукоил смог договориться о продаже своего ситилийского нефтеперерабатывающего завода, что должно не только избавить компанию от ставшего бесполезным актива, но и помочь профинансировать ускоренное погашение долга наряду с сохранением дивидендов. На наш взгляд, компания успешно перестраивается под меняющийся ландшафт ведения бизнеса. Перед тем, как назвать первую идею для покупки на следующей неделе, просим вас поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал. Вам это ничего не стоит, а нас мотивирует на создание новых видео. Сбербанк планирует опубликовать финансовый отчет по МСФО 9 марта. И важно, что это будет первая публикация по международным стандартам после результатов за 2021 год. Думаю, вы уже понимаете, к чему мы клоним. Если Сбер решился опубликовать финансовый отчет, то результаты наверняка будут впечатляющими. Самое важное в отчете – чистая прибыль за 2022 год. По РСБУ банк заработал за год 300 миллиардов рублей. Но по МСФО результаты могут отличаться. Чистая прибыль по МСФО ранее использовалась при расчете дивидендов Сбербанка. Компания выплачивала 50% от прибыли за год. А если учесть стабильное финансовое состояние банка, есть большая вероятность, что он вернется к дивидендам уже в этом году. Возможно, менеджмент Сбера или сам Герман Греф даст комментарий по возможным дивидендам, что будет дополнительным, мощным драйвером роста акций. Да и без того бумаги Сбера сохраняют выраженный растущий тренд. О какой-то коррекции речи не идет, учитывая потенциально сильные фундаментальные результаты. Дорога на 174 открыта. Если удастся закрепиться выше этого уровня, то следующая цель может быть в районе 186 рублей. А это около 9% роста. Ждем хорошего отчета. А вот лидер мясной промышленности России компания Черкизова уже опубликовала финансовый отчет за 22-й год. Выручка по итогам выросла на 15%. Причем рост выручки отмечаем во всех сегментах бизнеса. А вот чистая прибыль снизилась на 14%. Это вызвано переоценкой биологических активов, остатками на складах нереализованной продукции, ростом себестоимости и инвестициями в расширение. Доля экспорта мясной продукции растет. По итогам года экспорт в общей выручке составил почти 10%. Компания увеличивает производственные мощности за счет расширения инвестиционной программы. Под эти цели был увеличен общий долг до 133 миллиардов рублей. Была закрыта сделка по покупке актива в компании «Русское зерно». Менеджмент компании Черкизова с оптимизмом смотрит в будущее. В планах на средний срок расширение производства и увеличение мощностей по производству мяса во всех сегментах бизнеса. Компания подтверждает ориентир по росту бизнеса за счет увеличения производственных мощностей и выпуска продукции. Позитивно выглядят и цели по увеличению экспортной составляющей. На наш взгляд, бумаги Черкизова могут подняться в диапазон 3200 рублей за одну акцию. Но важно преодолеть уровень в 3000 рублей, который сейчас стал сильным сопротивлением. Еще из идей для покупки на следующую неделю акции – Мосбиржи. Хоть они и выросли на 23% с начала года, но потенциал остается существенный. В районе 140 рублей, а это рост на 20%. Бумага двигается в выраженном растущем тренде от октябрьских минимумов. 7 марта Московская биржа опубликует финансовые результаты, и результаты ожидаются сильными. Слом растущего тренда маловероятен. Поддержку акциям составляют сильные результаты в совокупности с невысокой рыночной оценкой компании и гибкость ее подхода к работе в резко изменившихся обстоятельствах в 2022 году. Биржа активно выводит новые инструменты на торги и стремится реализовать потенциальный спрос инвесторов, продолжая раскрывать результаты своей деятельности. Основные метрики должны быть сильными, учитывая ожидаемый рост процентных доходов. Это компенсирует снижение торговой активности и падение комиссионных поступлений. Возможно, менеджмент даст прогноз на 2023 год, а также осветит тему дивидендов. В прошлом году Мосбиржа дивиденды не выплачивала. Важно дождаться хороших точек входа, чтобы заходить значительной частью капитала в эти акции. Именно их мы опубликовали в телеграм-канале. Обязательно поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал.